всем привет привет у нас все-все зацвело то есть я уезжала от вишня не цвела еще яблонька тоже только набирала цвет черешни вижу цветет у Раисы Ивановны тоже все цветет яблоня тоже начала цвести и вообще вчера по станице уже вечером ехали фарами освещали Михалыч меня встретил с электрички и все деревья белые красота такая неописуемая цепольки мои мой сыра какая когда у нас дожди перестанут ну что такое за погода такая вышла посмотреть землю думаю с утра чтобы пахать с Михалычем идти земля мокрая она говорит что пока мне не было дожди были не сильные но были они постоянно шли я как с Новосибирской приехала дождь 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 каждый день вижу что все заросло я даже косить косилка не смогу мокро ой ну красота черешни как светит груша зацвела вишня ой а вишня то какая я сейчас грязи намотаю вам показываю сама о нет сыра сегодня пахать опять не сможем смотрите вишня как светит ой 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 вот где чудо чудные диво дивные вот только в теплице и придется мне что-то делать тут нормально тут что-то растет а в огороде только трава трава и сырость но надо же я прям вчера ехала знаете с таким этим настроением что приеду сейчас и сразу в огород Михалыч тоже вчера спрашиваю что какие планы говорю у меня все теперь огород огород а он говорит а ты залезешь него хоть сыра ладно будем другие работы искать но сегодня дождя не было а просто туман мокро сыра от тумана видите прям влага просто туман может быть сегодня солнышко будет будем надеяться какой аромат а от этих всех цветущих я тут михалычу кофе наливаю себе чай я возмущена нашей погодой нашей весной я понимаю дожди хорошо но не до такой же степени тянет солнышко выглянуло у меня даже партия белья высохла и в итоге сейчас сильный дождь корочки у меня забежали даже сидят пережидают непогоду это как так вообще я успела только редиску убрать в теплице собрать и успела михалыч успел дров напилить ветки а я истоскала свозила сложила все на улице больше делать нечего не косить не полоть не пахать зато я напекла блинов в такую погоду станку возьму и будем пить чай и кофеек все блинчики мы поели чай попили у меня еще тесто осталось еще на стряпы зашла домой михалыч как раз чай поставил не чай а воду кофе пить я говорю ну вот сейчас как раз и попьем с тобой дождь идет и идет и идет михалыч говорит да ты не расстраивайся не на рок на сейчас еще помою и вообще сегодня баню запланировала что там под одеяльник постирался надо вывесить а мне на дочь даже не хочется выходить такая шикарная погода с утра была прям солнышко такое пробивалась тишина была не ветерка ну и погоду глянула получается только следующей неделе будет без дождя наверное в одном прогнозе есть дочь и в другом нету все таки нам повезло что погода была хорошая в лазаревской мы только начали где-то за туапсе только выехали и все и дождь и видно было что там нужен уже луже и он он такой не сильный но и не просыхает земля у нас обед я сварила суп лапшу это из нашей курицы уже которую я рубила дождик только-только прекратился вот даже солнышко начала проглядывать и это радует вчера также немножко дождь шел к вечеру как я вот приехала земля сырая но дождя уже не было так что жду погоду хорошую уже на дуванчике цветут вовсю надо косить привычка такая штука вместо того чтобы удовольствие получать ты про что вот глажки я все порчу включи в камеру до доброе доброе утро друзья я вчера практически ничего не снимала поэтому видео вчерашнее было короткое но сегодня чего нибудь добавлю наснимаю у нас на завтра гречка яйца булочка с маком только что из пекарни мы приехали молоко там покупали и и и и кофе с молоком танюшка твои чашечки красивые ладно всем приятного аппетита кто завтракает с нами всю ночь шел дождь сейчас ветерок может быть он тучки эти разгонит не знаю дочь стоит в прогнозе вот у меня кулич так кулич по получился он вылез вообще из хлебопечки даже видите уперся в крышку надо же там не было жидкости только 50 миллилитров апельсинного сока ну из одного апельсина выжила 4 яйца и 100 грамм масла сливочного как такое получилось большое и выпеклась не знаю единственное не сработал диспенсер я теперь понимаю что раз он уперся в крышечку диспенсер просто не смог открыться и высыпать туда цукаты у меня цукаты остались хлебопечки в отделе чеки специальном ящике видимо так вот и получилось поэтому надо было цукаты наверно сразу кидать туда в тесто и все но все пусть остывает теперь без цукатов получится будем с повидлом или с вареньем есть его эти к ребятишкам собрались вечером съездим вот эту булочку с собой возьмем рассказываю что у нас на ужин это у меня суворовская каша там пять злаков в пакетиках такие продаются и курица с морковкой с луком с чесноком такой подливчик приятного аппетита всем что это вот такой у меня кулич получился очень мягкий вкусный да и очень вкусный очень-очень жаль что он без изюма получился ну ладно завтра исправим положение два три вот как это не на весу шпагате ужас смотри она крутится еще поль покажи Ксюша не 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 на шпагате как ты еще крутится давай тебе будет шкаф мешать наверно нет и не сможешь вот это да 11 12 ой ты давай кукукать я даю вот на полчаса она кукует остановись на полчаса один раз ой хочу два раза и я и сколько раз уже передвигал она все время не попадает что-то не умеет считать молодец научилась научил маяк написано фабрика маяк ну вот михалыч повесил цветы говорю господи часы будет теперь у нас кукушечка куковать но мне сегодня глажка тирана стирала там еще на веранде висит сейчас занесу и буду гладить белье прогулялись магазин магнит борща сегодня хочу наварить перчик взяли лук и свеклу и зашли в магнит косметик косметик там сегодня скидки минус 20 процентов на белые уху ветер какой на белые ценники утра все не стали дождь и пить вот все сегодня третий день дома и третий день идет дождь никак не хочет угомониться погода но я читаю ваши комментарии у многих снег выпал метель метет в общем весна такая капризная капризуля вчера немного то пополола но очень слякотно цветы по пересаживала и все ну в этой в теплице поработала быть и помидоры высадил из ящичков уже все на место все и больше ничего вчера не могла сделать ладно мне природа и погода дает отдыхать так и покажу что еще купили вот такой персоль взяла отбеливатель он удаляет пятна кофе чая вина ягод фруктов есть пара полотенчиков которые нужно отбелить дальше мыло натуральные дела хозяйственные 72 процентов это михалыч взял ножницы обновить ногти подстригать вот такие губки люблю частенько такие берем антибактериальная она реально она меньше заванивается дальше вот такие мешочки у нас теперь в туалете стоит небольшое виде ведерко мусорная я сейчас покажу и здесь вот он небольшой как раз 20 литровые пакеты от 30 литровые пакеты нам подходят маленькие и кстати очень редко где продают обычно приходится искать именно маленькие вот три упаковочки взяла дальше влажные салфетки туалетная бумага влажная здесь шампунь михалыч выпросил да прям еще бессульфатный для деликатного очищения волос но это то он не читал конечно просто купи мне большую бутылку шампуня у него есть в бане пустой пустая бутылка с дозатором вот ему нравится с дозатором налейит мне туда я буду пользоваться ну ладно маша слышит бессульфатный есть приходи баню она таким только моется так но себе взяла такую шауму новая формула свежая крапива спелое яблоко мягкое очищение с экстрактом яблоко для нормальных волос сейчас попробую открыть открыл а уже все чувствую до запах очень приятный такой просто не один шампунь он стоит в бане а я еще здесь голову мою в ванной комнате поэтому не надо два шампуня все по заканчивалось так дальше взяли вот такой обеливатель без хлорный добавлять стирку если надо будет и у такой еще синергетик взяли для посуды заливать будем бутылочку недорого стоил я напишу цену ну такой взяли и плюс еще большую туалетную бумагу взяли там 8 рулонов папе я бумагу мы обычно ее берем ну вот такие покупки у нас сегодня с утра обычно в магазин мы ходим по вечерам но вечером как михаус заканчивать заканчивает работу видео магазин народу никого всегда приятно ходить у кассы не стоишь а сегодня в магнит с утра попали я говорю картошка закончилась пошли ну и все и пошли в магнит косметикс и везде народу много даже в очереди пришлось постоять на кассе поэтому лучше конечно в нашем случае ходить по вечерам но мне срочно надо было борщу картошку а и свекла закончилась вот такое у нас утро хозяйственное ну а сейчас я буду печь куличи вчерашний мой неудавшийся кулич вернее он удавшийся он настолько вкусный только туда не попали цукаты сегодня сделаю хитро я заведу также в либо печки тесто чтобы не возиться с ним да пусть она сама месяца туда же добавлю цукаты и изюм и до выпечки я просто выключу хлебопечку и сама уже разложу по формочкам кстати у меня формочки то наверное нету ладно придумаю что-нибудь и разложу и выпеку маленькие куличики ну что друзья я собралась куличики печь это вот яйца накрасила яйца красила в этот раз просто луковой шелухой и красила немного детки у нас уезжают но я надеюсь что воскресенье дети приедут и поле приедет а старшие внуки уехали уедут но вчера мы привезли кекс наш привезли яйца бились вчера то есть мы заранее вчера уже пасху печали значит ну что нам надо сколько чего граммовку я напишу под видео если кому-то вдруг пригодится значит нужна соль немножко сахар яйца это у меня изюм без косточек изюм у нас всегда дома есть еще купила цукаты давно еще купила так дрожжи дрожжи могу сырые могу такие но вчера вот такими пользовалась хорошо получилось ванилин один апельсин понадобится сок с одного апельсина и сливочное масло маргарин я не использую то кто как может все вот такая картина у меня получилось перемешивать ничего не надо хлебопечка сделать все сама вроде бы ничего не забыла все добавила моя трудяшка работает помогает не умничку моя главное мне теперь не прокараулить когда она запекать начнет успеть друзья ну что я прям кайфую глажу белье и кукушечка сейчас куку так хорошо как будто и у бабушки своего бы даже дома так у них немножко другая была она прямоугольный домик обычно это уже более современные часы как хорошо а и и